Интересно, много людей нажило себе профессиональный страх? А у меня он есть. Это бешенство. Наверняка каждый знает про это заболевание. А кто не в курсе, просто посмотрите фильм «28 дней спустя». Честная кинокартина на тему, что будет, если вирус бешенства мутирует. Ну вот примерно то же самое, только в очень лайт-версии произошло в городе, где я училась. Только не надо паники, не с людьми, всего лишь с собаками. В один прекрасный день начали поступать в больницу люди, покусанные бешеными животными. Ну как бы ни хрена себе события. Могу только посочувствовать главному ветеринарному врачу района. Как бы то ни было, собрали ветеринарных врачей и студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины и пнули их вакцинировать животных населения. В прямом смысле этого слова мы ходили по дворам, стучались в ворота и требовали выдать нам кошек и собак на вакцинирование. Я досталась как студентка двум врачам. Очень молодой девчонке, которая буквально недавно окончила институт. И старому, матерому, побитому жизнью ветеринарному врачу. Матерый врач постоянно жаловался на жизнь, на больную спину, на больные ноги и руки. И вообще, как бы его здоровье не позволяло ему много ходить и носить тяжелую сумку с вакциной. И вот подходим мы к очень большому, богатому дому. Ну, наверняка там есть собаки. Стучимся в ворота и тишина. Стучимся громче. Тишина. Зовем хозяина, перекидываем во двор камушки. Тишина. Неправильная картина. Где собаки? Решили обойти с другой стороны дома. Пришли маленькую калитку, и старый врач, обращаясь к нам, говорит как бы в воздух. Блин, неужели никого нету? А после с полной уверенностью заходит на территорию. Первые секунд 30 было все нормально. Потом я перевожу свой взгляд во двор и вижу чудную картину. Наш вечно нующий врач с прыткостью молодой обезьяны перепрыгивает через засаженные грядки и кричит. О, есть, 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 есть! А за ним в полной тишине бегут два здоровенных алабая. Только искреннее желание не быть разорванным на две половины помогло врачу добежать до калитки вперед собак. Но зато на обратном пути уже никто не ныл и молча тащил сумку.